Губернатор Алексей Русских провел заседание штаба по комплексному развитию региона буквально с передовой. Глава Ульяновской области рассказал о том, что только вернулся с территории проведения спецоперации, где проехал всю линию фронта. Губернатор пояснил, что во время поездки проконтролировал ход восстановительных работ в Мариуполе и поговорил с военными. Все благодарны нам, всем жителям Ульяновской области за ту помощь, которую мы оказываем. Но вместе с тем есть вопросы, и эти вопросы нам с вами предстоит решать, и мы обязательно будем этим заниматься. В поддержку инициативы президента и на основе его общения с военнослужащими губернатор Алексей Русских подписал указ, в котором расширяются меры социальной поддержки семей участников спецоперации. Согласно этому документу, семьям будут предоставляться бесплатные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные в Ульяновской области. Вне очереди можно будет перевести ребенка в государственную образовательную организацию поближе к дому и зачистить ребенка в группу подленного дня. В Ульяновской области приступили к реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Участниками программы стали семь городских поселений, в том числе Димитровград. В планах на 2023 год благоустроить 85 дворовых территорий и 17 общественных пространств. Для нас сегодня самое главное – организовать эту работу, привлечь общественность для контроля за ходом производства работ и с началом строительного сезона приступить к производству самих работ. Очень важно, что буквально в апреле месяце мы начнем ежегодную процедуру по рейтинговому голосованию, по отбору проекта уже на 2024 год. 2-3 марта в Ульяновской области состоится седьмой форум деловых женщин. Он пройдет в рамках тематической недели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Главная цель форума – вовлечение женщин в предпринимательство. Женщины для нас являются хорошей экономической единицей. Если мы посмотрим на структуру субъектов малого и среднего предпринимательства, то почти 45% из них – это женщины-предприниматели. И наши новые, вновь родившиеся самозанятые, которые сейчас составляют армию более 40 тысяч человек, тоже являются 45-50% женщин. Ну, безусловно, мы рады всем. Это большая коммуникационная площадка, которая позволяет и получить образовательные проекты, и получить консультации. В регионе ведется мониторинг очистки кровель, жилых и общественных зданий от снега и наледи. Погодные условия в этом году можно назвать щадящими. Нечастые осадки не привели к образованию большого количества наледи и снега. При проведении инспекционных визитов в данной части нарушений зафиксировано не было. Тем не менее, учитывая приближающиеся наступления плюсовых температур и роста угрозы образования сосульника и наледи на свесах крыш домов, агентством 16.02.2023 года было инициировано пройденное рабочее совещание с управляющими организациями области. На аппаратном совещании также поговорили об общественном транспорте. В конце марта начнет работу востребованный 59-й маршрут. 20 новых автобусов СИМАС должны полностью закрыть потребности жителей Ульяновска в передвижении по этому маршруту. Обсудили детскую безопасность. Мониторинг детских игровых площадок показал, что 264 детских площадки требуют ремонта, а 187 необходимо демонтировать. 11 марта в регионе возобновятся сельскохозяйственные ярмарки. Событие станет не только полезным, но и зрелищным. На ярмарке организуют кулинарное шоу. Валентина Никонова, Герман Баранов, Оллправда ТВ.